Спасибо большое. Для меня огромное удовольствие быть здесь с вами. И большое спасибо за то, что вы меня пригласили сюда. Я доктор Фига. Итак, я приехала из Турции. И я сама пациентка онкологическая и являюсь членом ассоциации пациентской. Я являюсь также волонтером. Я занимаюсь развитием, созданием разнообразных проектов для помощи пациентов. Итак, кто мы такие? Мы, прежде всего, громадная семья. У нас больше 155 тысяч человек, которые работают в области социальных и общественных связей. Мы работаем на таких ресурсах, как Фейсбук, где 88 тысяч. В Инстаграме больше 32 тысяч подписчиков. И на Ютубе у нас больше 5 тысяч, почти 6 тысяч. В Твиттере наших подписчиков, людей, которые следят за нашими событиями, почти 2 тысячи людей. Какова же наша миссия? Прежде всего, поднять общественную осведомленность о раке, о скрининговых программах и о том, что делается на национальном уровне в Турции среди туркоговорящих людей. Для того, чтобы люди знали о той терапии, которая доступна, о тех скрининговых программах, которые сегодня доступны. И также мы рассказываем об изменениях в терапевтических и хирургических подходах. Также мы предоставляем психологическую и социальную помощь и поддержку, как в режиме онлайн для наших пациентов и также для их семей и опекунов. У нас есть, так скажем, также возможность улучшить связь и социальную, так скажем, группу и общение. Также мы создаем определенные платформы для коммуникации пациентов и для поддержки семей. Нас очень много. У нас очень много волонтеров. Это люди, которые занимаются не только, так скажем, волонтерской работой, но они создают огромную сеть помощи пациентам. У нас также очень много врачей, психологов, диетологов, тренеров, которые занимаются с йогой, художников, дизайнеров, медицинских студентов и также волонтеров, университетских студентов. Это все те люди, которые работают в рамках нашей сети. Мы работаем с раком легких, с РМЖ, с метастатическим раком, раком толстой кишки, раком легкого и также с разнообразными раками, с другими формами рака. Мы являемся той организацией, которая получила грант в 2015 году на воплощение одного из наших проектов. И результат этого проекта – это приложение для смартфона, для тех людей, которые проходят или прошли лечение от метастатической болезни. И надо сказать, что это приложение несет в себе огромное количество информации для пациента и также обеспечивает определенными данными и информацией семье, которые помогают пациенту. Это видео, это информация про заболевания, это календарь визитов к врачу, это медицинские, технические документы, которые можно загрузить в это приложение. И таким образом вы получаете некий календарь с огромным количеством данных. И надо сказать, что у нас есть несколько веб-сайтов в интернете, которые мы ведем для метастатического РМЖ. Также для пациентов, которые желают пользоваться нашим приложением, эти веб-сайты интегрированы с приложением, соответственно, это единая система. У нас больше 1800 разнообразных вебинаров по абсолютно разным темам. Это новые терапевтические подходы, новые методы диетического питания, образовательные платформы. Также мы просто рассказываем о скрининговых программах. И в основном у нас больше, чем 100 человек, которые одновременно могут участвовать в каждом из этих вебинаров. Также у нас есть YouTube-канал. Я уже говорила, что у нас много подписчиков. Здесь у нас больше тысячи видео, или около тысячи видео, извините, в YouTube. И большое количество подписчиков, как я говорила, больше пяти тысяч. У нас большое количество разнообразной деятельности проводится по, так скажем, обеспечению осведомленности о раке молочной железы в разнообразных организациях и институтах. В абсолютно разных местах мы проводим наши образовательные программы. И мы также путешествуем по стране. Мы ездим не только в города, но и в очень удаленные сельские местности и горные поселения. У нас есть также много разнообразного вида деятельности. Также у нас есть макет толстого кишечника. Это вот такой макет, который... Это 4 метра диаметра и 10 метров в длину. Он содержит внутри здоровые и раковые клетки. Вы можете зайти внутрь и посмотреть, как это все выглядит изнутри. У нас 60 тысяч человек пришли из 20 провинций в школе, в Турции, извините, на наши школы и образовательные проекты. И для всех этих людей мы показывали этот макет. Это было достаточно значимое образовательное мероприятие. Мы в разнообразных муниципалитетах. Мы, в общем-то, сотрудничаем с организациями или правительственными кругами муниципалитетов. И они поддерживают нашу деятельность. Вы можете увидеть, как подобные проекты реализуются. И вы видите, что у нас есть такие прекрасные мероприятия в парках, на улицах. Мы также сотрудничаем с международными организациями. И мы также стараемся общаться с людьми со слабленным слухом и зрением при помощи субтитров и при помощи сортопереводов. У нас есть ордопереводчики. И мы сами стараемся также ими стать и научиться языку глухих. Психотерапия. У нас есть группа психотерапии с 2015 года. И это психотерапевт, который возглавляет. Это психолог и психотерапевт, который работает на добровольной основе. У нас также йога есть для наших пациентов с 2016 года. Для наших пациентов это очень важно. И иногда мы сотрудничаем с университетами и с университетскими клиниками. И мы проводим вот такие вот мероприятия на природе. И также у нас есть группа фольклорных танцев. Вот такая гастролирующая группа, которая вся состоит из онкологических пациентов. Мы работаем в абсолютно разных местах. Вот, например, мы создали вот такую вот брошюру или раскраски для детей, которые также информируют о скрининговых программах и об опасностях онкологических заболеваний. Вот эти книги, которые были подготовлены ЭСК, они были переведены. Нашими врачами, также бесплатно, на добровольной основе. Три книги были написаны участниками нашей ассоциации и опубликованы за это время. Очень известный дизайнер Неслиян Варджихи также работает в нашей ассоциации. И она создает вот такие компании, модную одежду для онкологических больных. И вот это еще одно мероприятие. Это женщины, которые создают парики. Это целая компания для детей с онкозаболеваниями после химиотерапии. Разнообразные парики создаются для наших пациентов. Мы также участвуем в международных конференциях, в тренинговых программах. И в разнообразных событиях нас приглашали с разными презентациями на конгрессы по онкогенекологии. Между 2014 и 2018 годом мы участвовали в достаточно большом количестве таких мероприятий, таких конференций. То, что касается средств массовой информации, вот вы видите, как мы с ними работаем. У нас достаточно большое покрытие. Мы свои новости печатаем в газетах, в муниципальных и федеральных. У нас также есть вот такой марафон, который говорит о том, что мы с этой информацией об онкологических заболеваниях можем пересекать целые континенты. Два популярных певца создали свои песни, написали песни для нашей ассоциации. И не могли бы вы, пожалуйста, вернуть назад? Еще? Можно назад? Песенку запустите, пожалуйста. Слева запустите песню, слева. Не могу никак. Песенку запустите, пожалуйста. Техническая проблема. It's okay. Ничего страшного, не можем запустить техническую песню. И большое вам спасибо за ваше внимание. Вот приблизительно то, что мы делаем на уровне нашей ассоциации. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok